Всем привет! Меня зовут Игорь Ерёмина, вы смотрите проект Рэп Ньюз, подборку самых шумных новостей за последние несколько дней. Пока любители сериалов оценивают премьеру от Netflix под названием «Ведьмака», а хейтеры Эдварда Билла наслаждаются тем, как ему выписывают лещей пельмень, мы подготовили для всех любителей рэпа новый выпуск. Сегодня мы вновь поговорим о таких рэперах, как Оксимирон и Птаха, и их политической жизни. Вдобавок разберемся, за что Тимати стал на колени, и к концовке ролика порадуемся возвращению с Криптонита, выясним, с кем будет новый фит у Моргенштерна. Устраивайтесь поудобнее, хватайте чего-нибудь перекусить, приятного вам аппетита и приятного просмотра. Сегодня выпуск обещает быть насыщенным, и он вовсе не такой, как обычно. А все дело в том, что редакция Рэп Ньюз уже очень много времени пишет про рэп, и политики старается не касаться. Однако теперь же жанр стал настолько политизированным, что выводы напрашиваются сами собой. Рэп – голос современных государственных настроений, и каждый музыкант реализует свой потенциал по-своему. В принципе, то же самое зачастую делается и на Западе. Вот взять, к примеру, Тимати – образцовый артист, поющий про здоровье мэра Москвы и называющий Путина своим лучшим другом. Но буквально на днях он вынужден был стоять на коленях, а после пытаться объяснить людям в масках, что он русский и не может ответить на их требования. По сети с огромной скоростью начинает распространяться ролик, где задерживают любителя петь про прекрасную Москву. Но не спешите радоваться, ведь в итоге все оказалось лишь хорошим пранком. Организовал данное шоу близкий друг рэпера во время его визита в Америку. Актеры произвели суровое задержание в бургерное артиста, где он далеко не сразу понял, что от него хотят, и был в полном недоумении от происходящего. Я скажу, не вор, если не поймали, свой респект мы честно покупали, а на сдачу взяли, людей взяли. И пока Тимати развлекается со своими друзьями в Штатах, кто-то на другом конце земли наконец-то может выдохнуть, ведь от него уже реальные маски шоу наконец-то отстали, и можно вздохнуть в воздухом свободы. Речь идет о саморетине Раджабове, из-за которого активно заступался Оксимирон практически всю осень. Парня на днях наконец-то выпустили из реального заточения прямо в зале суда. Не прошло и полгода, чтобы разобраться в этом показательном московском деле. Напоминаем, что он кинул пластиковый стаканчик в полицейского и нанес ему тем самым, со слов правоохранителя, тяжелейшую психологическую травму. Бросил? Ничего. Потом пластиковую бутылку. Опять ничего. Потом уже бросит и стеклянную бутылку, а потом и камень. А потом стрелять начнут и громить магазины. И вот этого жестокого преступника отпустили, но наказание судья на всякий случай решила оставить в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, но с учетом срока содержания под стражей в итоге полностью освободить от наказания. Приходится участникам всего этого радоваться и такому исходу, что хотя бы не посадили, в отличие от многих других фигурантов. Поэтому полноценно назвать все это победой сложно. А хули вы улыбаетесь-то все, блядь, а? Че, блядь, веселого произошло? Ну-ка, расскажи-ка, блядь. Пойди, разбери. Сам Самаридин уже успел дать первый комментарий после освобождения по поводу заключения своего будущего. Я благодарен всем, прям всем-всем-всем, кто говорил где-то про нас, писал про нас в интернете, не боялся. И за самых крутых адвокатов в мире я благодарен правозащитной организации Открытки. Спасибо вам огромное. Я буду продолжать заниматься строительным бизнесом и своим творчеством. И следующая новость снова связывает рэп-политику. Вы наверняка уже встречали в интернете информацию о том, что рэпер Птаха сравнил оппозиционную Россию с гитлеровской Германией. Подобные заголовки пестрили очень ярко, но давайте же попытаемся во всем этом разобраться. Просто они срывают себе маски, они нацистские уроды. В свое время за национализм изгон был Навальный из яблока. Но не спешите кидать камни и писать гневные комментарии. У Давида вышло очень жесткое интервью для издания «Дейли Сторм», в ходе которого он ответил на огромное количество компрометирующих вопросов и конкретно объяснил свою позицию. Я пытаюсь донести для масс, которые смотрят это все, что есть позиция еще другая. То, что и для них, для депутатов хочу просто донести, чтобы они, понимаешь, они живут в другом мире. Ну, они реально вообще в другом мире живут. Мне кажется, там нету, как это сказать, они не понимают, что происходит. Они живут по цифрам, которые приносят им помощники. Так высказался про мероприятия и манифесты против власти, которые толком ни к чему не приводят, а лишь тем самым дают возможность власти давить на молодежь и запугивать ее, как это было с фигурантами того же московского дела. Также он высказался, что если депутаты и власть ничего не будут предпринимать по улучшению жизни своего народа за МКАДом, то все это приведет к русскому бунту. Вот, смотрите, его пытаются посадить. Так вы объясните молодежи, не надо кидаться в полицию бутылками. Но за это есть статья, и, конечно, они будут за это сажать, будут это делать показательно. Не надо звать людей на несанкционированные митинги, за это их сажают. Сажают не тех, кто зовет, сажают тех, кто приходит. В ходе интервью Птаха также заявил, что не нужно его относить ни к власти, ни к оппозиции. Он добавил, что боты пишут ему много гадостей после его политических заявлений. Высказался он и про Тимати с Гуфом и их клип «Москва». Он считает, что это была не пропаганда Собянина, а лишь инакомыслие, в которое оппозиция направила большой поток негатива. Если эта оппозиция придет к власти, то в России будут жить так, как в Германии во времена Гитлера, что инакомыслие будет наказываться, а он этого не хочет. Не дай бог, эта оппозиция придет. Мы будем жить в Германии во времен Гитлера. Это будет ад. Это будет время Сталина. Инакомыслие будет наказываться. Поэтому я не хочу этой оппозиции. А теперь немного блогерского рэпа. Вновь пытается выехать на своем апатажном стиле Моргенштерн. К концу года он старается максимально пошуметь и делает это зачастую различными вбросами, чем сильно удивляет всех своими действиями. Господа, вы знаете, что я политику рот ебал и считаю, что политика – это преступление против человеческой природы. Но вот сейчас проходит, как это, блядь, ну типа слушание дела московского, да? Чувак, Самаридин, кинул бутылку в мента. Я просто прочитал показания мента. Хочу поделиться с вами. Что вы конкретно увидели? Когда я почувствовал боль, я связал это с бутылкой. И все еще успели отойти от нового клипа артиста, как он уже готовит новые фиты. В этот раз он хочет записаться с Лил Пампом. И да, его фанаты уже заспамили весь инст зарубежного рэпера. А знаете, я тут сижу и думаю, бля, я хочу фит с Лил Пампом. Давайте ему нахуй все заспамьте, директ, все посты, блядь. Просто напишите «го фит» с Моргенштерн, да, со мной. Ааа, мясо! Пока что неизвестно, насколько высок шанс такого развития событий, но прецедент интересный, и мы, конечно же, будем следить за развитием их возможной коллаборации. А теперь самое время порадоваться возвращению Скриптонита и его новому альбому. Пока последние дни многие мониторили и посвящали все свое внимание 17-му независимому, в сети появился альбом от Диля. Прослушав данный релиз, вы окунетесь в старый олдскульный вайп-артиста, который многим так нравился несколько лет назад. Данный альбом порадует слушателей максимально неординарным уровнем качества и атмосферы маслянистого казахского характера. Он разводной, точно так же, как в группе. Один раз сюда и в другой позвался. Хест, нэй, все, те, все, нэй, а мной, мэри, как в клубе. Видел, сколько их, видел, сколько их хотят прищобах. Также Адиль выкатил новый клип на трек Як-2. Если вам давно не хватало в ленте качественного продакшена, сумасшедшие съемки и скрипи, сидящего на унитазе, смело можете переходить, смотреть данную видеоработу, чтобы сполна проникнуться новой увлекательной историей и сравнить даже по гениальности с притоном. Мне кричит бух, несколько косырей рыл. Но мы взяли приставку, я бы просто играл и курил, играл и курил. Вечером три блайны вылезали из своих мобилов. На этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А с вами был Игорь Еремин, проект Рэп Ньюз. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok